Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня у нас с вами Мук Панк. У нас две шаурмы домашнего приготовления. Ссылочка будет внизу на рецепт, как его делает моя мамочка. Мне очень нравится, как она делает и даже после этого я даже не покупаю ее. Вот, мы будем кушать и пить чай. Я очень люблю чай, даже летом в жару я всегда пью чай и у меня такая новая кружка. Кто смотрит мои влоги, тот в курсе. Кто подписан на мой инстаграм, тот давным-давно в курсе. В общем, я в восторге от этой кружки, именно потому, что на ней написано YouTube. И давайте приступим. Буду отвечать на ваши интересные вопросы и кушать вкуснейшую, обалденнейшую шаурму. Она из курицы. Да просто обалдеть, как вкусно здесь. Листья салата. Здесь курица, огурчик зеленый. Ой, зеленый. Огурчик консервированный. Мы, короче, с мамой. Последнее время каждый день. Вечером минимум 2 часа просто ходим. Это просто ходьба. Мы идем одну остановку. А сегодня мне парень вообще показал программу, которая есть в айфоне. Можно считать шаги. И километр. Сколько ты находил за сегодняшний день. В общем, каждый день ходим. И мы худеем. Мы идем по магазинам. Мы просто гуляем. Без семечек, без мороженого. Просто. Вечером. Мама конкретно похудела. Вы не представляете, первый день, когда мы просто вот так вот ходили. Очень много ходим. 2 часа подряд мы ходим. Она похудела в первый день на килограмм. Второй, третий день это уже по полкило. Она старается и меньше кушать, и потом вечером вообще не ужинать. И ходим. Как же вкусно. В общем, я тоже хожу. Некоторые спрашивают у меня в комментариях, что Айка, ты же хотела похудеть. Что ты столько ешь. Ребят, если я буду кушать 2 шаурмы, я реально похудею. Если я после 2 шаурмы еще сниму 3 мукбанка, вот тогда я не похудею. Мой организм требует очень много еды. Я, например, похудела на 1,5 килограмма. Мне осталось спросить еще 2,5. Я ем все, что я хочу. Просто под вечер я не ужинаю и гуляю с мамочкой. Это очень удобно. Еще плюс я занимаюсь онлайн-тренировки. Супер просто. Просто супер. Очень удобно. Вчера, правда, не получилось. Потому что на улице был такой ветер. И вы представляете, из-за того, что мы с мамой не пошли ходить, гулять, она не похудела в этот день на полкило. Вес просто остановился. Раньше я всегда хотела утром вставать и бегать. Но, блин, ребят, утром так лень. И вообще бегать немножко не мое. Вот ходьба. Сегодня тоже жуткий просто ветер. Очень жаль. Надеюсь, что к вечеру ветер утихнет. Вкуснотища, ребят. Просто обалденно. Я уже шаурму не покупаю. Зачем я себе самой можно приготовить так, как ты любишь добавить то, что ты любишь. Например, луковые кольца ты сам не приготовишь. И ты вынужден это покупать. А то, что можешь и сама приготовить, мне кажется, нужно готовить. Кстати, насчет губ. Я читаю все ваши комментарии. И, наверное, после того, как я сделаю себе губы, я не буду снимать мукпанки пару дней. Потому что бывает отечность. И мне кажется, вы не поймете. Вы будете писать, фу, какой ужас. Но на самом деле это просто отек, который пройдет. Результат покажу у себя в Инстаграме. Потому что в Инстаграме я не могу 3 дня не снимать истории. Но видео, скорее всего, не будут. Либо я сегодня 2 видео сниму. И потом выложу. Ну, в общем. Я еще, знаете, как хочу. То есть не просто мне сделали губы, я вам показала. И все, на этом влог закончился. Я хочу снимать несколько дней, что вот как проходит отечность. И в конце показать вам результат. Потому что результат он не сразу. То есть вы делаете себе губы, как мне объяснил мастер. Врач. Они бывают большие, а потом отек спадают. И бывает нормуль. Вопрос. Привет. Какой фирмы твои зеленые тени? Ребят, я вам покажу в Инстаграме. Обязательно. Это тени от Мак. Мне они очень нравятся. Вот интересный вопрос. Как отреагировал парень на то, что ты будешь делать губы? Я вам говорила в прошлом видео. Он за естественную красоту. Но никто не говорит, что я пойду сделаю губы, как у Олеси Малибу. Тем более, это же не пластическая операция. Я же не делаю себе грудь. Я же не делаю себе нос. Это всего лишь губы, укольчик. И остается он всего 6-8 месяцев. Поэтому, почему бы нет? В крайняк, если не понравится, можно потом не делать. И все. Вышла бы замуж за русского или за христианина. Обожаю тебя. Спасибо огромное. Мне очень приятно. А вообще, если честно, так как я не очень религиозный человек, для меня самое главное, чтобы человек был хороший, чтобы у человека были семейные ценности, добрый был, умный, воспитанный. Мне кажется, такие, конечно же, есть и среди мусульман, и среди христиан. Главное, чтобы был человек хороший. Вот, все остальное не важно. Просто, мне кажется, мои взгляды на жизнь, мои понятия и понятия человека, например, русского, да, русский мужчина, мне кажется, мы не сойдемся просто. В том плане, что я немножко мир вижу по-другому. Он, например, воспитан, мне кажется, по-другому. Человек, воспитанный в России, например, я бы, наверное, не смогла с ним жить, потому что... Мне это не очень близко. Даже, например, мой брат... Я бы не смогла выйти замуж за мужчину, похожего на моего брата, потому что мы очень разные. Для моего брата, например, ругануться матом при своей девушке, ну, это фигня. Так и должно быть. А я это воспринимаю очень... не очень, в общем. В общем, так как все люди разные, и воспитание, восприятие мира у нас разное, поэтому, наверное, мы просто бы не сошлись характерами. Я не делю людей на нации. Но вера и исповедания, мне кажется, все мы равны. Поэтому вышло бы, если бы человек действительно... Мне бы понравился, и действительно он был такой, какого я бы хотела. Мама есть подруга. Она живет в России, и вот у нее дочка, она вышла замуж за русского. Я не счастлива, у них двое детей. Просто единственное, что мне не очень нравится, мне не нравится, что как-то русские, они к браку относятся не настолько серьезно, как, например, мусульмане. То есть мусульмане, даже если они не счастливы в браке, они будут жить, и не будут разводиться из-за детей. А русские как-то проще к этому относятся, они более любят свою жизнь, мне кажется. И они не хотят тратить свою жизнь на человека, если не любят человека. Вот. Поэтому как-то так. Последний. Честно, не наелась. Но я худею. Реально, вот некоторые не верят, но поверьте мне, есть люди, которые реально очень мало едят и очень быстро поправляются. И когда такой человек говорит, я ничего не ем, все почему-то вокруг думают, ну да, не ешь. Если не ела бы, не была такой. Например, полный, да? А такое, к сожалению, бывает. У меня у дяди жена, она очень много ест, но она худенькая и стройная. И все всегда в шоке. Кто забивает шаурму чаем? Только я люблю я чай. Обожаю чай. Особенно, знаете, вот только что заваренный чай. Это кайф. В общем, ребята, на этом все. Я очень надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца и оно вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok